И еще несколько новостей, о которых нам хотелось бы рассказать, что еще важного происходит в нашем городе. По данным Роспотребнадзора на 3 июля на Среднем Урале зарегистрировано почти 20 тысяч пострадавших от присасывания клещей. Это в два раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднем многолетнего уровня. Среди пострадавших 3702 ребенка. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах Свердловской области в числе наиболее опасных территорий и Ирбитский район. Так что врачи советуют не расслабляться. При выезде в лес или даже после прогулки по городу необходимо осматривать себя, чтобы при необходимости обнаружить насекомое до того, как оно присосалось. На Среднем Урале постепенно снимаются ограничения, введенные в регионе из-за многочисленных лесных пожаров. С 1 июля в Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах. С 6 июля ослаблен противопожарный режим. Так что уже с завтрашнего дня разрешено посещение лесов, в том числе на транспорте. Ранее туристам разрешили самостоятельно посещать особо охраняемые природные территории, передвигаясь по оборудованным маршрутам. Кроме того, на территории объектов общественного питания разрешена эксплуатация мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи. При этом отметим, что из-за жары и гроз в Свердловской области вновь начались лесные пожары, которые еще неделю назад были полностью потушены. На сегодняшний день действуют 17 чугов на площади 1745 гектаров, в основном это север области. 8 июля в субботу в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник, который приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, а также становится в нашей стране достойной альтернативой Дню Святого Валентина. В этом году администрация города решила сделать большой подарок всем орбичанам. 8 июля в 8 часов вечера на площади Дворца культуры имени Костевича состоится концерт Нины Шацкой. В исполнении заслуженной артистки России прозвучат русские романсы и англоязычные джазовые композиции. Отличительная черта ее творчества – необычные трактовки традиционных произведений, синтез разных жанров и, что наиболее важно, высочайшая исполнительская культура. Приглашаем на концерт всех горожан и гостей города.